Внимание! Невероятно редкий шанс вернуться в прошлое. 14 декабря 2024 года в 18.00 по московскому времени на проекте WoW Circle свои врата распахнет новый игровой мир Battle for Zero с рейтами X5, на котором вас ждет. Постепенное открытие контента, начиная с обновления 8.0. Раскройте мотивы Сильвана Витрокрылой и положите конец древнему богу Зоту. Хорошая работоспособность с упором на контент БФА. Некоторые интересные модификации, к примеру, ПВЕ-спектатор. Если вы не застали это историческое дополнение, или скучаете по той атмосфере, что дарил вам Battle for Zero, то лучшего шанса вернуться, уже может и не появиться. Если вас заинтересовала игра на Battle for Zero, то бегом по ссылке в описании. Если скорость загрузки видосиков на ютубе вас не устраивает, то предлагаю вам свой канал на Дзене. Ссылка в описании. Доброго времени суток, дамы и господа. Новая неделя, новые загадки, новый ящик. Выложим абсолютно всё, сделаем абсолютно всё. Включаю запись и начинаю. Три квеста сразу выдала Дренейка. Начинаем с первого. Идём к Мару, говорим то, что вор это собака. И идёт разделение по фракциям. Я играю на Альянсе, поэтому показываю альянсскую цепочку. Нам нужно тэпнуться в Баралус. Нам нужно поговорить с мобом. И этот моб отправит нас в Драгонфлайт. Отправит нас в равнина Анары. В этих равнинах Анары нам нужно будет поболтать с двумя лбами. Первый находится в таверне. Второй находится рядом с воротами. После того, как мы поговорили с двумя лбами, нам нужно прилететь на верхушку горы. Там, где находится Анара. И на этой верхушке мы вылутываем игрушку. В тот момент, когда мы вылутываем игрушку, прогресс нашего задания вырастает до 50%. Мы сделали уже половину задания. Разворачиваемся, пикируем, летим примерно километр. И на холмике будет нас ждать еще один предмет. Вылутов его, мы сделаем наше задание на 75%. Развернемся еще разок. Прилетим в пещеру. Там будет огромнейшая куча игрушек. И нам нужно взять всего лишь одну. Взяв эту игрушку, мы полностью завершим задание. Телепортируемся в зону празднования годовщины. Сдаем успешно выполненное задание. И после этого по центру экрана нам напишет, что мы завершили вторую главу. Приступаем к следующему заданию. Ищем наглого Хозана, Рико. Сдаем ему задание. Общаемся с ним. Также общаемся с темным мастером Кирином. Таким образом, мы уже получаем 40% прогресс к нашему заданию. После этого находим Брианни. И нам нужно выбрать Енот. После этого находим Салли. Салли отправит нас в Нефритовый лес. Нефритовый лес находится в Пандарии. И там мы должны прилететь на площадку с видом на нефритовую змею. Подходим к могиле. Используем факел. И появляется Енот. Этого Енота мы должны поймать. Таким образом, задание будет считаться завершенным. Завершаем второе задание. Приступаем к третьему. Нам нужно пообщаться с Ложком. Это имя Черепахи. После небольшого диалога нам нужно прилететь в Алдун. В верхнюю его часть. Там небольшой домик, небольшое строение. Внутри находится коробка. В этой коробке имеется бумажка, сверток. Но пока что рано юзать этот сверток, эту бумажку. Нам нужно прилететь в нижнюю часть Ордынского континента. И в этой нижней части под водой будет находиться небольшая сцена, небольшой ивент. Юзаем. И после использования появляется дух Черепахи. Черепаха добралась до воды. Задание завершено. Также пролутаем секретный ключик. Видно на карте, где я нахожусь сейчас. Видны координаты также на экране. В верхушке кратера Онгора. Для отображения ключика нам потребуется факел. Юзаем факел. Подсвечиваем ключик. Забираем ключик. Раннее утро, 12 ноября. Дренейка не дает новых заданий. Поэтому отправляемся делать ящик. Шестой. Находится он недалеко. Нам не нужно даже менять локацию. Все находится рядом. Тысячу метров пролетаем. Спускаемся под воду. Можно юзнуть какого-нибудь водного маунта, чтобы быстрее перемещаться. И за кроватью будет находиться ящик. Я специально замедлил этот момент, чтобы вы все увидели. Ящик подсвечивается при наведении на него. Шестеренка сразу появляется. И можно все увидеть. Вылутываем. Сдаем. Получаем жетоны. Если у вас жетонов уже тоже много, как и у меня, то предлагаю вам интересные макросы, которые показаны в этом видосике. Пользуйтесь. Можно получить лишние искаженные временем знаки. А учитывая сколько новых сейчас товаров, лишними они точно не будут. На этом все. Всех вам благ. Счастья, здоровья. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого.